Всем привет друзья, в сегодняшнем видео будет очень полезная и важная информация Поэтому внимательно посмотрите и до конца Чтобы ответить на все вопросы, также я переведу это видео на разных языках, ну субтитры Включите субтитры на вашем языке Очень многие вопросы есть по сертификатам, по того, что диагностировать новые автомобили Сегодня тоже про это расскажу Также расскажу про версию X-Centra 2023.9 Эту версию я уже протестировал и на новых автомобилях и на старых автомобилях Потом я покажу, даже протестировал, сделал кодировку 2003 года E-Class Почему эта версия, я считаю, что лучшая версия Во-первых, эта версия просто самая простая установка После того, как я все расскажу, я покажу процесс установки В этой версии уже решена проблема с отключением интернета, то есть интернет уже не нужно отключить Также в этой версии не нужно нажать на диагноз и стоп, чтобы закрыть программу Просто с крестика, как обычно, закрывается программа Значит, особенность в этой версии, что здесь есть уже офлайн аккаунт И можно, если вы имеете сертификаты, то вы можете посмотреть, диагностировать и кодировать Новые автомобили, допустим, 206, 223 и так далее Которые требуют сертификаты и нужный DOIP В этой сборке X-Centra сразу много программ добавляется на рабочий стол Например, эмулятор зажигания автоматически добавляется на рабочий стол Вот, автоматически добавляется на рабочий стол Значок сразу Dust Simulator Dust Simulator сразу добавляется на рабочий стол Вот, эмулятор зажигания Это, чтобы вы без подключения к автомобилю посмотрели, какие у вас функции и так далее Что можно кодировать И много, в общем, грузовики, автобусы, автомобили и так далее Это Dust Simulator Это очень хорошая программа Здесь тоже уже эта программа встроена Закрываем Также здесь есть вот такая программа Также многие просили об этом Также очень многие просили специальные функции Вот Также вот эта программа уже здесь есть И давайте я вам список скажу, какие программы здесь, какие доработки здесь есть Здесь есть исправление DAS, ну SD Connect через Wi-Fi Здесь, как я уже сказал, есть DAS симулятор Специальные функции DAS Standalone Автоматически здесь, по возможности, отключает защиту HHD Win для SD Connect X-DOS Offline исправление Недостающие картинки И также здесь есть исправление При подключении к новым автомобилям Выходит ошибка C003 Это ошибка типа отсутствия сертификатов Поэтому не может подключиться к автомобилю Если у вас нет установленных сертификатов, реальных сертификатов Которые вы купили Это позволяет вам читать блоки Но я сразу скажу, что так как я не смог найти новые автомобили 2023 года 2023, 206 Поэтому я не могу гарантировать, что это 100% работает Вы должны попробовать В сборке также есть это решение, что можете попробовать без сертификатов читать автомобиль Но не все сканеры это делают Сейчас я вот расскажу Например, Openport Вот сейчас вы видите GLC 2022 года Я вот подключаю Openport с программой X-Centra 2023-09 И вот, как видите, ошибка C003 И даже при установке этого решения Все равно эта ошибка повторяется Потому что Openport не может читать Далее посмотрите Мы подключили C4 Обычный C4 без DOIP И обычный C4, как вы видите, может читать блоки Например, здесь в GLC 2022 года установлен NTG6 И для NTG6 рекомендуется DOIP Не обязательно, но рекомендуется с DOIP А вот, например, в 2023 с NTG7 уже обязательно с DOIP VX-Diag тоже имеет DOIP, но это я должен проверить Я в следующем уже буду установить программу X-DOS OpenShell И через VX-Diag попробовать с DOIP Подключиться, допустим, к этому же GLC И посмотреть, будет VX-Diag работать Который, ну, не работал обычный Openport Но здесь важный момент Это касается X-Centra С Monaco вы без проблем можете кодировать Читать блоки и так далее То есть тот же GLC, вот этот GLC В Monaco без проблем все можно делать Даже через Openport Но вот, например, тот же X-Centra 2023.9 Вот, я подключился к 213 2017 года и без проблем читает Можем зайти в двигатель без проблем Любой блок можем зайти С Openport, обычным Openport Все читает Если у вас есть старая установленная программа Ну, не рекомендуется удалить и установить новую Вот, например, я сделал сброс системы И как бы получается, что система вот 16 сентября То есть два дня назад Я сбросил Windows на заводские настройки У меня Windows 11 Pro В файле из архива Вводим пароль Окей Дель управления Учетные записи пользователей Изменить параметры Ползунок вниз Окей Да Закрываем Открываем нашу папку Открываем вот эту папку Правый клик Запуск от имени администратора Выбираем язык Здесь программа мультиязычная Окей И нужно установить вот эти все программы Установить Далее Я клиент из США, Канады Далее Принимаю Далее Обязательно на C Вот как есть Далее Далее Установить Openport Либо любое другое устройство G2534 Не важно 2309 Все X-центры работают Здесь все автомобили А, B-класс C-класс E-класс Вот ВСЦ-14 кузов Новый кузов Jeep S-класс Спортивные Вот Разные есть Вот такие программы Имеют Корейский Польский Французский И так далее Сборка В общем И главное Что Просто Можете Закрыть Программу Крестиком Вот Работает Очень Очень Быстро И Очень Шустро Вот И все Друзья Я вам Все Подробно Показал Первый Раз Что Я Так Подробно Все Показываю Очень Подробно В этот Раз Показал Надеюсь Больше Вопросы Не Будет Ставьте Лайк Напишите Комментарий Для Продвижения Видео Если Нужна Какая-то Не знаю Программа Любая Программа Напишите В комментариях Всем Спасибо И Удачи На Дорогах Продолжение следует Продолжение следует